Алексей Валентинович, я понимаю, вы адвокат осужденного сотрудника полиции с города Боготово. Хотелось бы вас поинтересоваться. Защита сейчас подана апелляция. На чем основываются доводы защиты? В какой части вы не согласны с приговором суда? Да, я бы прежде всего хотел поблагодарить, чтобы такая возможность появилась, если вы скажете слово, потому что те публикации, которые я читал, немногие, конечно, однобоко освещали этот вопрос. С решением суда мы, конечно, не согласны. А я не буду останавливаться в каких-то процессуальных моментах. Хотелось бы, главное, что с чем мы не согласны, это особенностью этого процесса, на наш взгляд, является то, что при наличии алиби человека признают виновным. И говоря о алиби, я не говорю о показаниях сотрудников, как об этом все время муссируют те же немногие СМИ, которые освещали, что вот, якобы, сотрудники дают показания, пытаются... Отнюдь нет. Я речу о объективных доказательствах, которые в суде были исследованы. Это запись видеокамеры, это детализация звонков, это протоколы совещаний, и которые в своей совокупности они показали, где находился подсудимый в то время, когда ему инкриминировано это преступление. И поэтому одновременно эти же объективные доказательства, они, на наш взгляд, показали всю несостоятельность показаний самопотерпевшего. Потому что это все сравнивалось, было видно, что то, что будет потерпевший, абсолютно не соответствует записям видеонаблюдения. То есть речь идет о той камере, которая установлена в отделе полиции, она была изъята следователем, она была в деле, но почему-то ее никто не хотел смотреть, видимо, не видел, что он не находится. По сути, получается, показания потерпевшего не стыкуются с теми доказательствами, которые есть в деле? Они не стыкуются с самым главным объективным доказательством – видеозаписью. Потому что, ну, как, ну, пример, приведу пример. Потерпевший, значит, и в суде, и на следствии говорит, вот, подсудимый привел, завел, и все находился, и применял, и так далее. Смотрим судья видеозапись, мы видим, что подсудимый даже не заходит в тот кабинет, где находился потерпевший. До самого совещания мы видим, где он ходит, куда зашел, во сколько он ушел на совещание и так далее. Согласно объединительным заключениям, в это время он совершал преступление. Это все было, ну, очевидно, видно, и поэтому я даже, мне сложно понять, как, почему суд не принял это, почему он выводы такие сделал, и все-таки вот какая-то необъективность, мы считаем, все-таки была. Константин Валентинович, ну, а какую оценку дает суд именно вот этой видеозаписи и показания потерпевшего? Что касается показаний потерпевшего, суд дает такой, на мой взгляд, парадоксальный вывод. Суд делает вывод о том, что правдивость показаний у суда не вызывает никакого сомнения. Несмотря на то, что мы видим с видеозаписью, несмотря на то, что мы, даже приведу такой пример, настолько было нелепое, нелепые показания подсудимого, потерпевшего, извините, что прокурор даже хотел отказаться от части обвинения, поскольку, ну, очевидно, уже там, не то, что с видеозаписью, они сами по себе были нелепыми, там просто было несколько эпизодов, он обвинялся, и суд, видя, что, и даже прокурор отказался из-за того, что, значит, такие показания не клеятся, из-за того, что показания потерпевшего видеокамере не соответствовали. Суд делает вывод, что они никакого не вызывают, не вызывают никакого, он ввел суда, сомнения. И поэтому, вот, все-таки необъективность, вот, прежде всего, проявилась в этом. И еще хотелось бы отметить, что, наверное, беда, на мой взгляд, всех судов, вот, разное отношение к тем доказательствам, которые предоставляет защита и обвинения. Вот, особенно ярко это произошло здесь. Вот суд делает вывод, что, несмотря на все, все эти противоречия, все эти несуразницы, он достоверный, а когда оценивается показание сотрудников, единственным критерием, который суд указывает как недостоверность, это то, что они сотрудники. Вот, серьезно, если проявить приговор, это единственный мотив, потому что они сотрудники. Несмотря на то, что их показания полностью подтверждаются видео, полностью подтверждаются протоколами, то есть, где что находился последним. Нет, вот один критерий, они сотрудники. То есть вот эта однобокость, она, конечно, настораживает, она не вселяет оптимизм, скажем так. Ну и ваша апелляция на сегодняшний момент как раз основывается на том, что все-таки у подсудимого был алиби, которое не оценено. Мы будем настаивать, и в апелляции алиби было, оно подтверждено, и самое главное, оно подтверждено совокупностью доказательств, то, что и требуется доказать. Видео, протоколы, показания тех, кто находился тогда, все это только подтверждает. И против всего вот этого комплекса у нас один потерпевший, который утверждает, который не согласуется ни с видео, ни с другими доказательствами. Вот это вот, мне кажется, не должно быть этого перевеса от потерпевшего. И хотелось бы, конечно, не могу не сказать по личности самого потерпевшего. То есть, опять же, исходя из СМИ, вот преподносится, что вот подростка невинного, значит, там и так далее. Ну, вопрос даже не о его вине. Просто когда в ходе судебного заседания, что выясняется? Что человек был доставлен по подозрению в совершении преступления, у него были изъяты похищенные предметы, он сознался. То есть, у него был мотив для того, чтобы оговаривать сотрудников полиции. Это тоже нельзя было судом ему пройти. Мотив, чтобы избежать своему наказания. Конечно, конечно. Вот об этом совокупность, мотив, противоречие, несоответствие видеокамере. Ну, считая, что суд должен был это оценить, он не мог сказать, что мы доверяем потерпевшему и все, потому что он потерпевший. Поэтому здесь вот тоже не объективность такая, на наш взгляд, суда очень сильно проявилась. Что явилась причина этому, мы можем только догадываться. Я здесь не буду высказывать свои предположения. Как Вы считаете, все-таки вот то, что подсудимый на момент следствия, ну и, соответственно, самого суда являлся действующим сотрудником полиции, это каким-то образом отразилось на решении суда? То есть, оно жестче, мягче или вообще не влияет, по Вашему мнению? Я думаю, что то, что он был сотрудником полиции, создало некий резонанс, прежде всего. Этот резонанс не мог не повлиять на объективность, на наш взгляд, со стороны обвинения, со стороны, впоследствии со стороны суда. Поэтому вот именно просто получилась такая ситуация, что мы видим, что сотрудник полиции и другие сотрудники полиции, которые дают показания, которые согласуются, почему-то отношение с ним такое, что вроде как, ну изначально они врут. Мы считаем, что это тоже неправильно, а то суд не должен подходить с точки зрения какой-то личности. Да, это потерпевший, мы ему верим. Это сотрудник, он может договаривать. Нужно, об этом в жалобе указали, что как раз, на мой взгляд, ошибка суда, что доказательства оценивались не по их совокупности и с другими, с доказательствами сравнения, а вот только исходя из каких-то мотивов, из каких-то личностей, что, в общем-то, на мой взгляд, и привело к такому решению. Все-таки ваш прогноз на апелляцию? Ну, прогнозы дело неблагодарное. Мы, скажем так, делаем все для того, чтобы добиться, чтобы нас услышали, прежде всего, и надеемся. Ну, надежда всегда у нас остается, что нас услышат, увидят, тем более, вот, все-таки, такой, скажем так, приговор, который, конечно же, не объективен на наш след.